Тетради проекта Тетради проекта Тетради проекта Это совсем не новое понятие, которое введено сейчас. Это достаточно давно изобретенная технология работы с детьми и взрослыми. В переводе с латинского проект – это значит «брошенный вперед». Это план, замысел, воплощение чего-либо. И поэтому для того, чтобы правильно построить свой проект, нам нужно понимать следующее, что в проекте мы должны выдержать триаду, которая звучит так – «замысел, реализация, продукт». И именно технология максимально подходит к такой организации деятельности детей. Потому что в технологии мы с вами что-то придумываем, реализуем и выдаем продукт. Вот результатом проекта обязательно должен быть конкретный продукт. Но цель проекта – не обязательно создание данного продукта, о чем мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Посмотрите, пожалуйста, как же устроим, что же у нас есть в проекте. Во-первых, проект имеет конечную цель и промежуточные задачи. Вот если мы будем говорить о других предметах, не всегда ребенку понятны конечные цели, промежуточные задачи. Не потому, что дети наши плохие, а потому, что не всегда изучаются конкретные понятия. Иногда, работая с другими предметами, мы изучаем абстрактные понятия. Технология в данном случае дает очень конкретный результат, это изделие. И, соответственно, мы можем очень четко проставить и конечную цель, и промежуточные задачи. Тем более, что на уроках технологии мы с вами выполняем изделие и планируем уже способ их выполнения. То есть, частично мы решаем эту задачу. При этом, именно в конце выполнения изделия мы можем оценить результат выполнения. При этом, в технологии мы можем оценить не только результат выполнения самого изделия, но и оценить участие каждого ученика в выполнении этого изделия и в подготовке. При этом, это может быть как самооценка, так и оценка постороннего, какая-то по заданным критериям. Конечно, мы можем говорить о том, что дети могут сами вывести критерии, но вы прекрасно понимаете, что это достаточно сложно. В основном критерий будет красиво-некрасиво, а этот критерий недостаточно четко сформулирован. Поэтому, конечно, критерии заданы в тетрадях. Следующее. Это целая цепочка, целая система взаимосвязанных работ. И вот когда мы выстраивали тетради, мы как раз и старались построить материал так, чтобы каждый этап работы помогал реализации проекта. И мы сегодня увидим на нескольких примерах то, о чем я сейчас говорю. Следующий аспект проектной деятельности – это временные рамки. Вот здесь хочу сразу обратить ваше внимание, что если мы выполняем проект на уроке, то выполнить целиком проект достаточно сложно. Потому что, конечно, в начальной школе мы не можем предложить детям самостоятельно ставить цель. Мы не можем предложить детям самостоятельно выполнять проект. Полностью самостоятельно. Конечно, некоторые этапы мы можем предложить выполнить детям самостоятельно в паре, в группе или в коллективе. Но при этом все равно учитель должен руководить данным проектом. Он не должен полностью опекать детей. Он должен помогать детям быть рядом. Что касается временных рамок. Когда мы с вами заглянем в тетради, мы увидим, что в некоторых тетрадях 8 проектов, в некоторых тетрадях 4 проектов. Почему это сделано? Это сделано потому, что во внеурочной деятельности мы с вами более свободны. Мы можем планировать проект не на час-два, а мы можем планировать на продолжительное время. И здесь все зависит от того, как построена проектная работа в вашей школе. И мы можем с вами выполнять целый проект в течение месяца. Но вот здесь сразу обращу ваше внимание. Вы должны с детьми очень четко понимать и показывать детям, когда начинается проект, сколько времени отведено для каждого этапа выполнения проекта, какому времени необходимо выполнить работу. И вот как раз проект учит детей очень хорошо помогать друг другу. Потому что если один ребенок не смог по каким-либо причинам выполнить свою часть работы, то дети всегда могут ему помочь. и понять, что не всегда стоит откладывать выполнение на последнюю минуту. Можно попросить помощи, если что-то не получается. Можно предупредить, что не всегда это возможно. Вот такое время. И, конечно, очень интересное время мы можем использовать как обратное время. Когда мы говорим о том, что мы детей предупреждаем, что до сдачи работы осталось такое-то время, до выполнения работы осталось столько-то времени, чтобы наши дети умели планировать свое время. Проект нам дает еще и вот такое вот интересное временное осмысление времени. Следующее. Это использование ограниченных ресурсов. Конечно, можно придумать любой проект, но для детей начальной школы мы должны очень четко понимать, что ресурсы достаточно ограничены. Поэтому для тех проектов, которые мы включили в тетради проектов, во-первых, по материалам. Это самые простые и доступные материалы. Это бумага, это бросовые материалы, это ткань. То есть то, что можно всегда найти. Второе. Мы включили небольшое количество ресурсов, необходимых для подготовки, для поиска информации к этим проектам. Потому что, конечно, очень важен в проекте и поисковый умение находить информацию, умение запрашивать информацию и работать с ней. Часть информации размещена в самих тетрадах. И если дети не могут по каким-либо причинам найти эту информацию, вы всегда можете работать с текстом, как источником информации, который осуществует. Плюс проекты построены так, что дети могут использовать и свой собственный опыт, как источник информации. Что тоже очень важно. И это повышает их уровень самореализации в глазах других учащихся. Если мы говорим о проектной деятельности, то нам опять-таки надо с вами помнить, что проектная деятельность не ориентирует на интеграцию фактических знаний детей. Она дает им возможность приобретать какие-либо новые знания. И когда мы подводим итоги, мы должны всегда обращать на это внимание. Не только что дети научились с точки зрения выполнения конкретных операций, конкретных технологических приемов, но и что этот проект дал им, чему они научились, как они взаимодействовали, как можно использовать это изделие. Если это изделие мы дарим, то, соответственно, как восприняли этот подарок сами дети. И, конечно, максимально активно включать самих детей. Проектная деятельность очень гибкая, поэтому для составления конспекта, скажем так, конспекта проекта, его составить сложно. И я вам покажу технологическую карту, которую можно использовать для работы по планированию деятельности проекта. Конечно, проектная деятельность позволяет нам формировать все универсальные учебные действия, которые определены в стандартах. В связи с тем, что проект дает возможность активно работать любому ученику. Конечно, активность здесь зависит от нас с вами, насколько мы дадим возможность этой активности реализоваться. Что такое проект с точки зрения ученика? Это возможность, интересно самостоятельно поработать, возможность проявить самого себя, приложить свои знания, принести свою пользу. Это очень важно. И поэтому, когда вы увидите, у нас очень много социальных проектов, которые дают ребенку возможность ощутить тебя в социуме. Что такое проект для учителя? На самом деле, наверное, это очень сложный способ организации деятельности детей, потому что здесь учитель должен перейти с роли ведущего за руку, по пути, который он определил, к роли человеку, который стоит рядом с детьми и помогает им в сложную ситуацию. Потому что, обратите внимание, нельзя научить детей планировать свою деятельность, проектировать свою деятельность, если мы не предоставим им самостоятельности. Да, это будут ошибки, но в проектной деятельности всегда ошибки можно поправить. Но ребенок сталкивается с этой ошибкой, и тем самым он приобретает свой собственный опыт. Мы можем формировать чувство ответственности, потому что, если ребенок принимает решение делать так, то, соответственно, он и несет ответственность за то решение, которое он принял. Мы можем помочь ему изменить это решение, но в проектной деятельности мы не можем заставить ребенка принять нашу точку зрения. Он должен пройти этот путь сам. Поэтому, конечно, если мы говорим в проектной деятельности, наиболее удобное время – это внеурочная деятельность для проведения проекта. Какие бывают виды проектов? Виды проектов бывают… их классификации на самом деле огромное количество. Я взяла 4 основания, которые, наверное, нам максимально нужны. Первое – это по продолжительности. Краткосрочные – это то, что занимает час, полтора, два часа. Среднесрочные – это может быть 2-3 недели. Долгосрочные – это все, что больше месяца. Перспективные – это те проекты, которые идут более чем год. Конечно, в начальной школе перспективных проектов практически быть не может, потому что это достаточно сложно. В основном, в тетрадных проектов краткосрочные, среднесрочные проекты есть. И есть 2-3 долгосрочных проекта. Это создание театра и создание стен газеты. Это достаточно большой по продолжительности проект, поэтому мы его относим к долгосрочным. По количеству учащихся. Индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Скажем так, коллективный проект, если мы распределяем обязанности и распределяем между детьми обязанности, они их выполняют, и мы создаем определенный продукт, вот такой коллективный проект вполне возможен в начальной школе. Групповой проект. Он сложнее в организации, потому что у нас с вами получается очень много групп, и не всегда есть возможность за ними уследить. Но опять-таки, если мы даем возможность распределять, как руководитель проекта, различные задания по группам, то такой проект возможен. Вот здесь мы можем предложить вам решать, каким образом будет проходить проект. Потому что классы есть разные, есть дети, которые могут работать в паре, есть дети, которым очень сложно работать в паре, есть классы, которые с удовольствием работают в группе. Но в табличке, которую я вам предложу перед каждым классом, вы увидите, что есть проекты, которые только индивидуальны, есть проекты, которые возможно проводить в любой групповой форме, которую вам необходимы. По доминирующей проектной деятельности. Исследовательские проекты. В основном исследовательские проекты связаны с предметной деятельностью. Они тоже существуют. Информационные. Это работа с различной информацией, которая у нас обрабатывается и выдается в новом виде. Практикоориентированные проекты. Это социальные проекты. То есть те проекты, которые связаны с практической деятельностью и реализацией. Ролевые проекты. Там, где детям приходится брать на себя роль. Вот, допустим, стен газета. Это ролевой проект. Потому что дети в процессе выполнения берут на себя роли, которые необходимы создать для создания стен газеты. Это и редакторы, это и корректоры, это и художники, это и дизайнеры. То есть ребенок выполняет определенную роль. То же самое театральный проект. Когда ребенок на себя берет одну из ролей. Для детей это очень интересно. Они с удовольствием выполняют такие проекты. Игровые проекты. Это проекты, связанные с игровой деятельностью. И вот, допустим, в четвертом классе у нас есть проект, который частично связан с игровой деятельностью, когда мы готовим игры. Потому что игра дети любят, а мы предлагаем им создать игры. Но уже эти игры создаются на основе тех знаний, которые они есть. Ну и творческие проекты. На самом деле, наверное, ни один проект нельзя назвать нетворческим. Какой бы ни был проект, обязательно ребенок привносит, любой человек привносит в этот проект что-то свое. А творчество – это как раз умение изменять продукт, внося в него свое. Понятно, что мы не можем говорить о творчестве техническом, когда мы создаем какую-то новую концепцию. Мы будем говорить о творчестве, которое вносит эстетические изменения в изделия, которые мы выполняем. По тематике – предметный, межпредметный, социальный. Чем хороши внеурочные проекты? Тем, что мы можем отойти от предмета и показать возможность соединения предметных знаний в одном проекте. Простите. Показать, насколько важны те знания, которые мы получаем в процессе обучения для практической деятельности. Поэтому практически все проекты, которые мы предлагаем в наших тетрадах, это межпредметные проекты. Вот сейчас мы как раз рассмотрим первый класс, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Посмотрите, пожалуйста, названия проектов. Во-первых, они связаны с тем, что необходимо деткам подготовиться к каким-либо праздникам и дополняют учебник технологии, поскольку в учебнике технологии некоторые темы не представлены. Давайте мы посмотрим первый проект. Первый проект, давайте знакомиться. Почему такой проект взят? Это социальный проект, нам нужно познакомить детей в классе. Посмотрите, пожалуйста, это проект краткосрочный, потому что он выполняется за одно занятие. Индивидуальный. Почему он индивидуальный? Потому что я представляюсь другим. Да, я могу узнать о других, но выполнить изделие, которое позволяет мне познакомиться. Мы выполняем ладошки. Делаем солнышко из ладошек, и на ладошке каждый пишет о себе немножко. Почему исследовательский это проект? Потому что, когда мы говорим «расскажи о себе» и задаем критерии, по которым нужно рассказать о себе, то ребенок должен обратиться внутрь себя и посмотреть, изучить, что же он может рассказать о себе. Какую информацию? Практика ориентированная. Почему практика ориентированная? Потому что ребенок должен не только нарисовать, но и представить себя. Рассказать о себе. Творчески почему? А потому что как представлять? Ребенок решает сам, какую форму он выберет, какие рисунки он нарисует и так далее. Второй проект. Второй проект оформительский. Вот здесь он связан с предметом. Почему мы взяли такой проект? Потому что очень часто мы просим детей что-то оформить на различных предметах. И для того, чтобы дети могли это сделать, мы предлагаем такой проект, где учим их оформлять. Где мы изучаем особенности оформления в рамку различных изображений. Мы учимся подбирать в зависимости от изображения, мы учимся выполнять рамку самыми простыми способами для того, чтобы те продукты, которые они вам потом будут предоставлять изделие, имели эстетически красивый вид. И понятно, конечно, что это будет продукт индивидуальный. Опять-таки практикой ориентированы исследовательские. Почему? Потому что мы здесь впервые проводим небольшое исследование. Как зависит изображение от рамки, которую я оформляю. Какие материалы могут быть использованы, какие инструменты могут быть использованы для создания рамки. И, конечно, это творческий проект. Почему он среднесрочный? Вот первый был краткосрочный, второй среднесрочный. Потому что прежде чем выполнить рамку, нам нужно произвести определенные исследования. Выполнить все это за одно занятие, это достаточно сложно. Поэтому мы предлагаем провести его в течение двух, а может быть даже трех занятий в зависимости от детей. Следующий проект – это игрушки-зверюшки. Здесь мы готовим, выполняем с детками проект зверюшек в технике торцевания. Зачем взять этот проект? Зачем он нам необходим? Дело в том, что мы можем использовать этот проект для работы с литературным произведением. Например, у нас очень много в учебниках сказок о животных. Мы можем предложить детям выполнить технике торцевания героев этой сказки. Мы можем предложить поиграть в зоопарк и выполнить животных, которые живут в зоопарке или которые живут в лесу, и провести экскурсию, рассказать об этих животных, что они знают, их территорию обитания, чем они любят питаться. То, что в зависимости от того, что мы с вами захотим. Поэтому здесь межпредметный проект, в зависимости от нашего желания, мы его можем связать либо с литературным чтением, либо с окружающим миром. Он может быть индивидуальный и парный. Почему? Потому что дети могут выполнять как индивидуально эту игрушку, так и в паре, в зависимости от того, как вам удобно. Это исследовательский проект, потому что в данной ситуации дети должны выяснить особенности животных, нарисовать собственный эскиз и отразить вот эти особенности в игрушке. Это игровой и творческий. Почему игровой? Потому что дети играют в данной ситуации, они играют и в экскурсоводов, которые потом будут проводить мероприятия. Новогодний проект, понятно. Что у нас идет социальный проект, украшаем класс, готовим украшения для класса. И необычный букет мы готовим для мамы. А вот два последних проекта я не буду пока рассказывать, потому что я хотела бы именно эти странички показать. Это очень интересный проект, связанный с литературным чтением, который нам помогает научиться рисовать иллюстрации и работать с текстом. Это очень интересная работа, которая может стать завершающей и по литературному чтению, и по технологии. По какому принципу заложен материал в тетрадях проектов? Условно весь материал в тетрадях проектов можно разделить на несколько этапов. Первый материал, который связан с проблемой. Когда мы создаем цель проекта вместе с детьми, мы ее формулируем, это мы можем сделать. То есть мы выходим на то, что мы будем делать. Второе, проектирование, планирование. Мы обсуждаем, что мы будем делать, что нам понадобится, и так далее, и так далее. Если в начале это дается иногда в готовой форме, иногда нужно проставить значки, то к четвертому классу усложняется. Мы просим детей записать самостоятельно. То есть от предложенного образца к тому, что дети записывают это самостоятельно. Поиск информации. Мы задаем то направление в поиске информации, которое необходимо дать, но минимум информации мы все равно даем в тетради. Поэтому, пожалуйста, вы можете здесь работать именно с той информацией, которая есть. Выполнение продукта. Вот именно этот момент связан с технологией. То есть тогда, когда мы выполняем полностью изделие. Сразу хочу сказать, что в тетрадях проектов, как и в учебнике, используются слайды, на основе которых вы можете, дети могут выполнять изделие. И даны этапы работы, чтобы не только вы могли руководить процессом, но и дети могли сами почитать этап и работать с выполнением изделия. Дальше. Презентация, рефлексия. Мы, опять-таки, понимая, что дети не могут самостоятельно сделать, предлагаем мы вопросы, задания. Методика неоконченных предложений очень часто используется, при помощи которых дети могут, ответив на вопросы, дописав предложение, провести рефлексию. Но, конечно, вы сами можете предложить дополнительные вопросы, которые помогут показать и участие детей в этой работе, или те задания и вопросы, которые вам, кажется, уместны были бы здесь. И портфолио и оценка результата. Вот посмотрите, пожалуйста, презентации и рефлексии пока еще не являются оценкой. То есть мы представили, это как бы завершенный проект. А вот уже оценивать мы можем целиком. Мы можем оценивать подготовку, выполнение, презентацию данного изделия. Портфолио. Ну, понятно, что сейчас это очень важный способ оценки результатов. Конечно, фотографии, различные работы, вы можете все это складывать. Но вот таким образом материал представлен в тетрадях. Какова последовательность работы? Она очень связана с теми этапами. Я не буду на ней останавливаться, потому что вы можете сами ее прочитать. И если вы возьмете тетрадочку, то с этим работаем. А вот теперь то, о чем я вам говорила. Только не пугайтесь, потому что сейчас, как только говоришь, технологическая карта, люди начинают пугаться. Пугаться не нужно. Для чего нужна технологическая карта? Она нужна только вам, для того, чтобы фиксировать то, что вы спланировали и то, что вы сделали. Если у нас с вами среднесрочный и долгосрочный проект, то достаточно тяжело держать в голове, что вы с детьми сделали, что вы не сделали, сколько времени вы работали. Поэтому это та основа, с которой работаете вы, в которой вы отмечаете, что вам сделано, что вы планируете. Хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, пожалуйста. Вот первые две графы, они крайне важны для проекта, потому что тема проекта и форма представления, результатов проекта, они должны быть взаимосвязаны. То есть в какой форме ваши детки будут представлять эти результаты. Прочитав материал проекта, вы можете дать что-то свое, не обязательно то, что планировали вы. Как раз мы делали проект так, что его можно всегда немножко модернизировать, приспособив к особенностям класса. Понятно, что есть цель для вас, как для учителя, и есть цель для детей. Например, если мы делаем спектакль, то цель учителя может быть научить детей работать в группе, учить детей взаимовыручки и взаимопомощи. А для детей провести удачно спектакль, подготовить сам спектакль. И оценивать вы будете две вещи. Это степень участия каждого ребенка в подготовке данного спектакля, и удовольствие зрителей, которые получили, когда просматривали спектакль. А вы для себя учите детей именно работать в группе, в коллективе. Опять-таки, вы можете писать небольшими словами, здесь не обязательно расписывать все виды деятельности. На что еще хочу обратить ваше внимание. Этапы все расписаны, они у вас заложены. Содержание, я примерно написала, что может быть, чтобы вы понимали, о чем идет речь, время. Вот то, о чем я говорила, что в проекте очень важно время. Вы планируете время и фиксируете его здесь. И вот здесь мы понимаем, что время относительно. Потому что мы планировали одно время, а оно у нас не всегда так получается по времени. И тогда вы можете отмечать то время, которое у вас прошло, и, соответственно, регулировать его. Ну и деятельность ученика, деятельность учителя. Почему прошу про учителя? Потому что мы иногда забываем и превращаем проектную деятельность в урок. Проектная деятельность – это не урок. И здесь, еще раз повторяю, мы можем быть помощниками, советчиками, мы можем быть даже иногда судьями, которые выдают какое-то оценочное суждение деятельности детей. Но мы не должны вести детей. Поэтому для себя вы вот эту роль можете отметить. В конце презентации, я не буду об этом говорить, но я вам по каждому этапу расписала, какую роль учителя. Учитель может на каком этапе исполнять, и вы потом самостоятельно дома ее прочитаете. Потому что у нас с вами, к сожалению, временное время ограничено, и мы не можем все осуществить. Хочу обратить ваше внимание, вот это вот важно. И технологическая карта как раз это позволяет сделать. Это удержать единство замысла и реализации. И нам с вами это удержать. И удержать это детям. Потому что, опять-таки, проект – это замысел, реализация и продукт. Что у нас могут сделать дети? Дети могут, фантазируя, уйти совершенно в другую сторону. Нам с вами нужно вернуть их на тот путь, который нам необходим, и, соответственно, ограничить немножечко их бурную фантазию. Сказать, что в этом случае проект у нас не будет идти. Роль учителя. Вот то, о чем я говорила, у вас здесь написано, вы можете просмотреть, прочитать, и сами для себя выбрать, какую роль вам выполнять. Очень интересный прием, который я бы рекомендовала вам использовать для работы в парах. Потому что всегда работа в парах очень сложно организовать. И вот есть такая помогалочка, которая называется «Неоконченные предложения». Когда мы с вами предлагаем детям задавать друг другу вопросы, которые начинаются с определенных конструкций. Вот здесь такие вопросы, которые можно использовать детям. Почему здесь разные треугольнички? Дело в том, что нам же с вами нужно фиксировать, кто задавал вопросы, кто был активен. Ну, вот в данном случае учитель решил, что один у него будет изображен ученик или синенького треугольничка, другой или серенького. И вот он для себя отмечает, какой из детей в паре был активен. И это тоже дает возможность посмотреть, где ребенок активен. Это не значит, что все вопросы нужно давать в одном проекте. Конечно, мы можем давать эти вопросы только на одном этапе работы. Чтобы вот такая помогалочка была, она есть. При этом можно работать с этими вопросами, с теми текстами, которые заложены. Естественно, что каждая тетрадь имеет определенную задачу. Мы тоже поставили перед собой очень четкие задачи, которые сейчас вы можете прочитать. И, конечно, что нам очень важно. Во-первых, нам очень важно, чтобы дети научились оценивать сами себя. Чтобы дети научились работать в сотрудничестве. Чтобы дети умели организовывать свою деятельность и управлять ею, что очень важно. Умение решать творческие задачи. Умение использовать рабочее время. И умение работать с информацией. Все это очень хорошо укладывается и в федеральный государственный стандарт. И это очень тесно связано с тем, что есть в учебнике технология УМК «Перспектива». Теперь давайте заглянем в тетрадочки и посмотрим, каким образом мы можем работать. Мы с вами посмотрим все четыре тетрадочки. Я выбрала несколько проектов из каждой тетради для того, чтобы вы имели представление. И вот как раз те проекты, о которых я говорила. Это проекты, связанные, межпредметные проекты, которые связаны с литературным чтением. Дело в том, что для наших детей достаточно сложно представить себе главных героев произведения. Почему сложно представить? То есть, с одной стороны, легко, с другой стороны, достаточно сложно. Такой процесс. Сложно, легко, почему? Потому что есть иллюстрации. Но если мы их попросим представить свой образ, то сделать это трудно. И вот мы предлагаем выполнить замечательный проект, который можно использовать, результат этого проекта потом можно использовать для представления, театрального представления. Мы предлагаем сделать литературных героев к сказке «Муха-Цокотуха». Почему предлагаем к сказке «Муха-Цокотуха»? Дело в том, что в этой сказке очень много героев. Но для того, чтобы узнать, какие же герои в сказке есть, нам нужно прочитать сказку. И не всегда автор говорит нам, сколько этих героев было. То есть мы должны очень внимательно перечитать текст, прежде чем выполнять этот проект, для того, чтобы определить, какие у нас герои есть и сколько этих героев должно быть. Мы читаем, определяем. Предлагаем сделать героев на основе гармошки. Почему гармошки? Потому что она делается достаточно быстро и очень удобно с такими героями работать, потому что достаточно несколько деталей, которые могут быть. Но прежде чем выполнять опять-таки героев, нам с вами нужно определить, какие детали должны быть у наших с вами героев. То есть мы должны посмотреть на настоящих насекомых, определить, сколько у них лапок, есть ли у них крылышки, какого крылышки цвета. Так, 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 посмотрите, пожалуйста, у нас план работы. Помните, я вам говорила, готовый план работы. Соответственно, вот он есть, мы можем его заполнить. Если дети не пишут, мы можем использовать пиктограммы, то есть рисуночки, которые дети прорисовывают для того, чтобы выполнить. Материалы и инструменты нам даны. Эскиз мы рисуем, у нас есть место для эскиза, и выполняем героя произведения. И дальше у нас идет защита проекта. Помните, вам было вопросы даны, и мы можем с ними работать. Если мы сделали всех героев произведений, то мы можем еще раз прочитать произведения, и каждый герой, каждый ребенок может рассказать, сказать слова героя, или прочитать тот маленький отрывок, который говорит. На самом деле получается очень большое, красивое, коллективное представление, и мы выходим на понятие главный герой произведения. И мы можем задать вопрос, а вот все ли, можно ли какого-то героя убрать, сказать, что не нужен этот герой. Посмотреть, можно это сделать или нет. Но посмотрите, пожалуйста, сколько нужно сделать для того, чтобы выполнить данный проект. И второй проект, который идет следующим за этим проектом, мы рисуем иллюстрацию. Вот мы очень часто с детьми, детям даем такое задание, нарисуй иллюстрацию. Но для ребенка это достаточно сложно, потому что не всегда понятно, что надо рисовать. И здесь мы предлагаем нарисовать иллюстрацию к стихотворению «Веселая семейка». Разноцветная семейка, простите, пожалуйста. Разноцветная семейка. Эта иллюстрация выполняется в технике квиллинг. Для того, чтобы выполнить опять-таки эту иллюстрацию, нам нужно прочитать произведение, разделить его на те отрывки, которым можно нарисовать что-то. То есть мы его делим на сцены, потому что иллюстрация рисуется к определенной сцене. Выяснить, кто в этой сцене участвует, а у нас осьминожки меняются. Можно ли изобразить осьминожки разного цвета, каким образом. И выясняем, оказывается, что у нас автор рассказывает о том, что происходит, но совсем не рассказывает о том, где это происходит. И вот тут мы говорим, что художник-иллюстратор у нас должен придумать, где же это происходит. Мы узнаем, что действие происходит на морском дне. Соответственно, мы должны вспомнить, как выглядит морское дно, нарисовать. Но у нас с вами сказка по жанру, и не всегда может быть морское дно выглядеть так, как выглядит настоящее. И вот мы с вами работаем с очень сложным понятием. Это изображение иллюстрации. А способ реализации этой иллюстрации, это аппликация с использованием техники квилинг. Эти две вещи мы делаем для того, чтобы выполнить следующий проект. А следующий проект – это мультфильм из пластилина. Выполняется он очень просто. Если у вас нет специальной камеры или специальной техники, это выполняется при помощи обыкновенного фотоаппарата. Мы с вами делаем снимки, фиксируем движение. Дальше мы создаем презентацию в PowerPoint и запускаем ее с определенной скоростью. Как только вы запустили эту презентацию, у вас получается маленький-маленький мультфильм. Конечно, это делать сложно. Посмотрите, пожалуйста, здесь дети впервые знакомятся с понятием «план работы». Мы знакомимся с тем, как выполняется сам мультфильм. Для этого есть материал, есть иллюстрация. Мы выясняем, какие бывают мультфильмы, по технике исполнения. И предлагаем деткам выполнить мультфильм из пластилина. Почему мы выполняем из пластилина в виде плоской аппликации? К сожалению, не всегда объемный материал, очень сложно фотографировать. Поэтому, когда идет плоское изображение, фотоаппарат легко устанавливается на штативе и, соответственно, легче делается. Но здесь мы выходим на следующее понятие, что нам нужно нарисовать фон, нам нужно нарисовать действующих героев и нам нужно придумать содержание. Вы можете пойти двумя путями. Вы можете воспользоваться тем содержанием, которое предлагается у нас, либо сделать свое содержание. Как это делается, последовательность дана. Вы выполняете эту последовательность и, соответственно, у вас получается мультфильм, который вы можете показать всем. Посмотрите, пожалуйста, два очень больших проекта, которые связаны и с технологией, и с литературным чтением. Они помогают не только решить проблемы социальные, но еще и предметные. Дети видят, что те знания, которые они получили на уроке, достаточно с большой пользой реализуются в неурочной деятельности. Второй класс. Поскольку учебник второго класса тесно связан с народной культурой, он у нас посвящен ремеслам, то, соответственно, и проекты тоже связаны с ремеслами. Раскрывают и различные ремесла, которые не вошли в учебник, это и кузнечное дело, это и бандарь, тот, кто делает катки. Мы выполняем такие очень красивые коробочки для карандашей, подставки для карандашей. Мы знакомимся с универсальной техникой плетения, которая достаточно интересна. Но мы с вами возьмем техника плетения. И посмотрите, пожалуйста, как меняется сразу учебник. Дети научились писать, поэтому мы задаем вопросы и даем возможность на них ответить. Опять-таки, если дети работают в паре и у них распределены обязанности, то, соответственно, каждый в своей тетрадочке будет писать ответ на свой вопрос, тот, который он искал. А техника плетения очень интересна, потому что используется она везде, и дети видят ту разницу в материалах, инструментах, и есть инструменты специальные для плетения, и есть разные техники плетения, при выполнении которых могут использоваться различные материалы. Но я бы хотела обратить ваше внимание на большой проект, который называется «Проводы зимы». Это очень интересный проект, он связан с праздником Масленица, но на самом деле праздник Проводы зимы в каждых народах проводится по-своему. Поэтому мы предлагаем здесь сравнить различные способы проведения праздников и выполнить те традиционные изделия, которые есть во многих народах. Например, дан пример русской Масленицы, той куколки домашней, которую заворачивали в старину для того, чтобы весь год был удача. Но я думаю, что в традициях любого народа есть такая кукла. Она может выполняться с чуть разными технологическими приемами, но основа этой куклы все равно будет примерно та же. Соответственно, мы можем использовать различные материалы, различные способы создания этой куклы. А при этом, когда куклу создавали, пели песни. Опять-таки, вы можете использовать этот материал, можете не использовать, но предложить детям узнать, найти или просто выучить две-три песни, которые могут дети самостоятельно выучить. Дальше мы готовим большую-большую площадку, потому что Масленица праздновалась обязательно широко, в ней были различные усиления, каждый день что-то обозначал. Для этого в тетрадочке есть место, где дети могут записать, что обозначает каждый день традиционной русской Масленицы. И если у народа есть свои праздники, то, соответственно, тоже записать те особенности, которые есть. И мы готовим большую такую площадку, на которой есть карусели и качели. Опять-таки, шаблоны даны, но вы можете оформить эти карусели и качели в той традиции, которая есть у вас. При этом можно завершить праздник Масленица представлением всех композиций, которые вы создали, и рассказом об их особенностях, о традиции народной, или о каком-то дне, который бы вам хотелось особенно выделить. Вот такой замечательный проект. И посмотрите, защита проекта. Здесь уже не просто ответы на вопросы, а возможная их запись. Почему? Потому что, когда детки выходят защищать проект, то им нужен некий опорный конспект, опорные слова, которые им не могут использовать. Если это выполняет группа, то группа может распределить, кто на какой вопрос отвечает, показав то участие, которое есть в данном проекте каждого. Третий класс. Посмотрите, пожалуйста. Количество проектов уменьшилось. Это не значит, что внутри этого проекта стало больше изделий. Потому что, если здесь у нас таким большим проектом, где мы выполняли во втором классе много изделий, это были ремесла и масленица, то здесь проектов уменьшается, и, соответственно, получается внутри проекта больше изделий. Хочу показать проект, потому что здесь детки впервые сталкиваются с таким понятием, как исследователь. Задача наша украсить дом. То есть проект, когда мы социальный проект украшаем дом. И мы с вами оформляем окно, потому что очень часто у нас на окне стоят цветы, не всегда они в красивых горшочках, и нам бы хотелось, чтобы это было красиво сделано. И здесь дети должны выяснить, а какие цветы можно выращивать, а какие цветы у нас любят свет, какие любят тень. То есть они должны выяснить, как укаживать за цветами и вместе создать определенную идею оформления окна. Что очень важно. Провести исследование и записать. Что очень важно. Что здесь нам с вами пригодятся те знания, которые у нас получены и в окружающем мире, и те знания, которые у нас получены в изобразительном искусстве. Потому что нарисовать эскиз и придумать оформление, это достаточно сложно. Понятно, что не всегда в школе разрешают выставлять цветы живые на окно. Но я вам покажу, как мы подумали об этом и сделали очень интересную такую идею, которая дает возможность украсить окно, не используя настоящие цветы. Для себя нужно, буквально несколько слов для себя, нужно понять, что нужно отличать исследование от проектной деятельности. Это разные виды деятельности. Посмотрите, пожалуйста, я написала вам разницу между исследованием и проектной деятельностью. Вы можете прочитать и понять, что в этом проекте исследовательская деятельность является частью проекта, потому что мы осмысляем сущность явления, мы выдвигаем гипотезу, можно ли эти ставить цветы на или нельзя. подтверждаем эту гипотезу, находя сведения в интернете, находя сведения в учебнике, потому что в учебнике окружающий мир есть такие сведения. И мы получаем новые знания. А проект – это все-таки реализация тех новых знаний в практической деятельности. Ну, этапы проекта я вам дала. И дальше мы с вами, посмотрите, пожалуйста, планируем свою деятельность. Задан план, нужно определить его последовательность. И выполняем оформление цветочного горшочка в технике декупаж. Декупаж для детей – новая техника, поэтому здесь мы немножечко о ней рассказываем и более подробно показываем, как ее выполнить. Понимая, что не все цветы можно на живые ставить, мы предлагаем детям оформить наш горшочек деревом топинарий. Выполняется дерево техникой, очень похожей на торцевание. То есть это можно выполнить так, как дана у нас. Получается очень красивая компания, которую можно украсить окно в школе. Теневой театр. Это последний проект, о котором я как раз говорила. И здесь очень большая работа, ролевой проект проводится самими детьми. Почему? Потому что в данном нашем, в тетради, данный только принцип построения теневого театра. Мы рассказываем о том, как сделать куклы, даем несколько образцов этих кукол, и как устроить теневой театр. Причем хочу обратить сначала внимание, мы даем попробовать сделать руками живые такие тени, чтобы детки понимали смысл этого театра. А потом уже рассказываем о том, как он устроит. Что должны сделать дети? Опять-таки вы можете взять любое произведение из литературного чтения. Вы уже вместе с детками пишете сценарий. То есть вы разбиваете на сцены, а мы это с вами уже делали в первом классе. Вы выбираете героев, которые будут... Вы выбираете оформление. И у вас есть уже здесь и художники, которые будут рисовать героев, и кукловоды, которые будут водить этих кукол. И помощники сцены, которые... Это тоже очень важно, потому что нужно будет держать освещение. Но если вы хотите сделать большой театр, то вы можете пригласить родителей, написав им билеты, приглашения и так далее, и так далее. То есть получается такой большой проект, который можно красиво выполнить, начиная как театральное представление, докачивая как полностью спектакль. Вот, пожалуйста, образцы кукол даны. Вы можете сделать. Причем образцы даны два варианта. Куклы не движущиеся и куклы движущиеся. За счет крепления подвижного и неподвижного соединения. Подвижное и неподвижное соединение детки выполняют в учебнике. И опять, посмотрите, защита проекта. Это уже более серьезные вопросы, на которые дети должны ответить. Четвертый класс. Посмотрите, в четвертом классе у нас всего три проекта. Почему три? Ну, во-первых, мы понимаем, что в четвертом классе достаточно большая работа идет к подготовке к работе контрольной. И вы уделяете много внимания этому. Поэтому мы ограничились такими проектами, которые давали бы возможность детям реализовать себя и реализовать собственные знания. Но остановлюсь я только на одном проекте. Это проект, который называется «Новогодняя стенка газета». Проект очень важный для детей. Почему? Потому что в пятом классе будут очень часто детей попросить сделать какую-то стенку газету. Дети не понимают, что нужно. В результате делают родители. А вот здесь мы предлагаем детям усвоить алгоритм выполнения и сделать новогоднюю газету. Причем, посмотрите, пожалуйста. Мы предлагаем им выбор. Как она будет выглядеть? Это их решение. Каким шрифтом они будут выполнять? Это тоже их решение. То есть предлагается основа, используя которую, дети смогут создать ее. Дети знакомятся с тем, какой шрифт расположить, как выбрать. Распределяют роли, записывают их для себя, кто какую будет выполнять. Почему этот проект ролевой? Потому что, опять-таки, мы берем на себя роль определенную. Это может быть и художник, это может быть и корректор, это может быть и журналист, который будет, допустим, проводить интервью, спрашивая, как проводились праздники, какие традиции празднования были раньше, как и сейчас. Очень много здесь идет работы и с компьютером, потому что все статьи и заметки должны быть набраны на компьютере. Дети умеют работать к четвертому классу с компьютером. Не нужно делать большие заметки, достаточно небольшой заметки, допустим, от пяти до десяти предложений. Этого будет вполне достаточно. И вот пять-десять предложений ребенок может сделать сам. Когда мне приносят большую статью на лист, написанную, говорят, это написал ребенок, мне очень хочется поговорить с этим ребенком, потому что, наверное, ребенок, который в четвертом классе может написать страницу машинописанного текста, является очень одаренным. Потому что нам с вами так столько тяжело написать, а это вот работа ребенка. Очень хочется с ним познакомиться, потому что, правда, он тоже, наверное, очень талантливый человек. Как выполнить? Вы можете, опять, поможет тетрадка, потому что работа со шрифтами вся простроена, все выверено и показано. Вставлять иллюстрации, картинки, текст, дети уже имеют в учебнике, этот материал дан в учебнике. Но на всякий случай просто напоминать. И результатом данной работы будет газета, которая вывешивается, которую дети читают, и знакомится с продуктом, который создали ученики. И опять, посмотрите, пожалуйста, вопросы для защиты проекта, которые дети могут записать, иметь при себе и защитить проект. Но в данном случае, наверное, защитой проекта это будет оценка. Возле защиты проекта будет, как портфолио, оценка окружающих, качество заполнения данной стен газеты. Ну, то, что тетради проектов, конечно, могут быть и другими, наверное, могут быть. Первый наш такой продукт, который мы сделали, нам кажется, что мы учли все такие необходимые умения, которые детям понадобятся. И эти тетради помогут и вам, и вашим ученикам достаточно хорошо организовать проектную деятельность во внеурочной. во внеурочной. Есть вопросы? Значит, внеурочная деятельность, все зависит от того, как она построена в вашей школе. Если это на уровне кружка, нет. Если это у вас идет как дополнительное занятие во второй половине дня, это все зависит от того, как решит ваша школа. Посещают все дети, не посещают все дети. Да, я рассказываю, я в начале презентации показала четыре тетради, они готовы, они в продаже, вы можете их купить, вы можете их купить на весь класс, вы можете их купить для себя. Пожалуйста, это готовый продукт, который, я думаю, что это продукт, который будет постоянно дорабатываться, потому что понятно, что такая тетрадь будет жить, может быть, в 3-4 года. Потом в нее будут внесены изменения, будут дополнены новыми проектами, или изменены те, которые есть, и, соответственно, те, которые удачно оставлены, те, которые, может быть, не очень хорошо идут у учителей, будут заменены и доработаны. Тетрадь можно использовать к любому комплекту, по технологии, это ваше право. Единственное, посмотрите, потому что мы все-таки выстраивали на основе УМК технология перспектива, и те умения, которые есть, мы соотносили, умеют это делать или не умеют это делать дети. Но я думаю, что, в общем, сложности особых нет, просто посмотреть, могут ли это сделать дети. Я, к сожалению, в 5-8 классах не работаю. С большим удовольствием, наверное, бы сделала. Но, вы знаете, наверное, может быть, стоит это сделать, но я передам заведующему редакции технологии о том, что, возможно, это интересное будет сделано, тетрадь сделана. Значит, может ли быть частичный исследовательский проект? Что значит частично? А, чисто исследовательский проект? Нет, нет. Извините, просто, к сожалению, не вижу. Чисто исследовательского, вот почему? Потому что, когда мы исследуем, у нас результатом будет новые знания. Новые знания. Но, если мы придумаем, чтобы можно было сделать, чтобы эти знания превратились в некий продукт. Ну, например, мы изучаем таблицу умножения. Таблицу умножения. И говорим. Вот для того, чтобы нам хорошо выучить таблицу умножения, давайте мы с вами придумаем, как бы нам сделать такую помогалочку, которая бы дала возможность нам не ошибаться. И мы с вами делаем таблицу. Вот мы ее сделали, посмотрели. А можно эту таблицу как-нибудь сократить? Она очень большая, ведь не все нужно учить. И в результате мы делаем ту табличку, мы изобретаем с детьми велосипед, на самом деле. Конечно, все это изобретено. Но, если мы делаем вот такой исследовательский проект, но результатом его являются не чистые знания, а именно продукт, которым мы можем в дальнейшем пользоваться, такой проект можно назвать, я бы все равно его не назвала исследовательским в чистом виде, потому что частью его является исследование, а частью является практическая деятельность. Он все равно будет практико-ориентированность. Если в этом плане, то да. Простите, пожалуйста. Книжная полка моей семьи. Вы знаете, вот когда мне задают вопрос, может ли быть такой темой, я отвечу так. А что вы хотите получить в конце? Вот если вы хотите получить в конце рисунок полки с книжками, я думаю, что это неинтересно. А вот если вы, например, создадите с детьми кластер, да, как такой, где, допустим, основой системы будут каждый член семьи, каждый член семьи будет рассказывать, какие он любит читать книги. А вы вот на этой полке определите любимую тему всей семьи, любимую книгу всей семьи, любимого писателя всей семьи, ну, я не знаю, там, любимое название произведения, да, которое есть. То есть тогда, когда нужно будет что-то провести, что-то сделать. Вот, наверное, тогда это будет интересно, потому что ребенок должен будет узнать, ребенок должен будет систематизировать эти знания, и ребенок должен будет рассказать об этом. Но я думаю, что в начальных классах проводить такую работу тяжеловато, потому что детки в начальной школе еще не готовы к такому системному анализу, и это будет, знаете, в большей степени работа вас, как учителя, или если, как иногда бывает, задают домашнее задание, сделайте проект, это будет работа родителей. Вот по поводу иметь в каждой семье не знаю. Вы знаете, кто-то говорит, что в настольной книге в одной семье должна быть Библия, а в другой семье говорят, что настольная книга Пушкина, автора Пушкина. Не могу сказать, вот, понимаете, какие книги должны быть в семье, а вот какие это, наверное, решает семья, потому что, конечно, нам очень хочется, чтобы дети читали то, что мы хотим. Не знаю, смогут ли они читать, ну, не всегда они могут читать то, что нам хочется. Поэтому здесь я бы не давала такой проект в начальной школе, он достаточно сложен. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok